Здравствуйте! С вами снова на связи Валерий Иванов. И сейчас я хочу рассказать вам об одном удивительном городе, который называется Альберабелло. Такое красивое романтичное название. И находится он на самом юге Италии, в провинции Апулия. Чем этот город удивителен? Дело в том, что во второй половине 16 века семейство Аквиави основало этот город и не собирало дань жителей за то, что те строили дома. И что придумали экономные итальянцы? Они стали строить такие трули. Это конструкции, которые сооружены без применения склеивающих растворов. Там нет ни цемента, ни бетона, ничего. Выполнены в куполообразной форме. И вся прелесть в том, что как только приезжали сборщики налогов, достаточно было выдернуть определенный камень из этой конструкции, и вся конструкция тут же разрушалась и превращалась просто в груду камней. Сборщики налогов, увидев то, что здесь нет никаких поселений, никаких жилищ, просто разворачивались и уезжали. И вот таким образом люди, можно сказать, экономили деньги. В конце концов им это надоело. И в 1767 году группа активных жителей деревни Альберабелла поехала к тогдашнему герцогу, не вспомню его имя, и попросил его слезно о том, чтобы их город освободили от налогов. Герцог жалился над ними, и действительно жители города освободили от налогов настроение, и жители стали жить в своих домах, не разрушая их. Но эта традиция настолько понравилась людям, что они продолжают жить в таких домах и сейчас. Это целый огромный город. Альберабелла расположена на двух холмах, на западном и на восточном. Восточный холм представляет собой современный город, а западный холм, мы сейчас как раз таки идем на нем. Здесь такие же улицы, церкви, школы, магазины, дома, гостиницы, рестораны. Все точно так же, как в обычном городе, но все это построено в таких вот трулях, куполообразных, конусообразных строениях. Город, он похож на сказку. Город, он выглядит сам как сказка. Он удивительно чистый, удивительно красивый. Мы обошли третью часть города, и мы просто любуемся, как будто мы на самом деле попали в сказку. Огромное количество сувениров. Есть такие интересные дудочки, которыми изгоняли злых духов в троллей, которые могли находиться возле вот этих самых сооружений трулей. Мы набрали сувениров, поели в местном ресторане, мы были удивлены, действительно удивлены, насколько свежая, вкусная пища нам была подана, и всего лишь порция стоила 10 евро. Огромная порция мяса стоила 10 евро. По меркам Италии, поверьте, это очень недорого. Когда я спросил у местных жителей, где можно вкусно пообедать, мне сказали, вы можете смело заходить в любой ресторан и быть уверены в том, что этот ресторан вам предоставит самую лучшую, самую вкусную, самую свежую пищу. Так оно и было. И вот мы подошли к главному сооружению. Это Чиезе де Трули, это храм Трули, и здесь сегодня проводится свадьба. Шикарная свадьба. Красивейшая невеста в платье цвета шампань. Жених элегантный. Собираются гости. Полиция сейчас блокирует тут подходы, поэтому, видимо, нас попросят удалиться. Мы были в церкви и смотрели репетицию артистов, которые там будут выступать. Обязательно посмотрите. Внизу под этим видео будет ссылочка на ролик, который я записал, когда выступали артисты. Возле нас сидел человек, мужчина, снимал все это на видео, в конце концов заплакал, убрал фотоаппарат и продолжал дальше рыдать, слушая выступление. Это потрясающе. Еще раз всем спасибо, что досмотрели меня. Я из прекрасного города Альберабелло. Из города Трули. Пока!